Я приветствую вас, дорогие друзья! Я приветствую вас, дорогие зрители и подписчики моего канала. Я хочу сказать, что подготовила для вас прогнозы на 2017 год. Это расклад 12 домов гороскопа. Расклады доступны за небольшую плату. Их вы можете найти в разделе видео на моем сайте или пройти по ссылке под этим видео. Я желаю вам благополучия, процветания, здоровья, любви в этом году, больших свершений и достижений. Благодарю вас за внимание к своему каналу и желаю вам приятного просмотра. Здравствуйте, близнецы! Это ваш прогноз на февраль 2017 года, на месяц. В работе «Делах» вам показали принцип «Энтакли». То есть месяц обещает быть размеренным, спокойным, ровным. Конечно же, по принципу «Энтакли» есть прогресс, но он не такой быстрый и стремительный. Для тех, кто ищет работу, вот здесь дополнительно к принципу «Энтакли» семерка «Энтакли». Поиск работы может быть не таким быстрым, потому что где-то вы присматриваетесь к тем вариантам, которые появляются на горизонте, где-то вам, подождите, мы вам перезвоним, мы сейчас рассмотрим другие кандидатуры, где-то вас немножечко маринуют, но карты советуют все равно искать, 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 то есть не сдаваться, не останавливаться. Может быть, кто-то будет заниматься в феврале какими-то проектами, причем они, скорее всего, были запланированными, но они как бы на перспективу, то есть это не те работы, которые сразу приносят результат, потому что в финансах у вас, будете ли вы довольны, точнее, будете ли вы довольны своим финансовым положением, вышла карта «Тревог», «Пятерка Пентакли», карта «Ощущение нехватки». Может быть, у всех по-разному, это ничего не говорит о вашем финансовом положении, насколько прекрасно оно будет. Тревоги бывают разные, переживания о будущем, если человек ищет работу, естественно, все вот это беспокойство, что если я не найду к концу месяца, то как же я там буду что-то делать, ну, так же не исключены какие-то по «Пятерке Пентакли» желания, ну, хочется что-то приобрести, что в данный момент, в этот период вам не по карману. Ну, вот хочется, да. Дом, семья и отношения с родственниками, друзьями, близкими людьми, атмосфера дома, дела какие-то дома, прекрасная тройка кубков, еще и с четверкой жезлов. Так что это, конечно же, праздник по поводу какого-то благополучного завершения чего-то, не исключены у друзей и родственников какие-то юбилеи, дни рождения, свадьбы, какие-то мероприятия, что-то будете вместе отмечать, радоваться, взаимоотношения, самые теплые, прекрасные, доверительные, близкие, очень много встреч и с друзьями, вот таких вот тусовок, ну, в общем, период просто наиблагоприятнейший. Может быть, вы будете отмечать что-то, что у вас благополучно, там, не знаю, кто-то что-то закончил, кто-то что-то сделал, или там вы что-то завершили, домашние какие-то дела, там, типа ремонта или еще что-то. В общем, прекрасный период в отношениях с родственниками. Мои карты показывают вот так. В любви отношениях четверка кубков. Четверка кубков карта, ну, здесь может быть как? Либо очень много разных переживаний, событий в личной жизни, но даже когда много хорошо, это тоже плохо. То есть, когда у нас перебор разных впечатлений, ощущений, встреч, то мы уже потом вкус вот этого не ощущаем порой. Поэтому не значит, что будет что-то так вот плохо. Просто можно присытиться всем, что есть. Может быть, какое-то недовольство относительно личной жизни. Я спросила, конечно же, причину четверки кубков. Мне показали короля кубков. То есть, так как вы воздушный знак близнецы, то для, особенно для женщин-близнецов, кто в отношениях со знаком воды рак, скорпион или рыбы, может быть, ваше вот это вот «все бы хорошо, но» связано с этим человеком. Что-то вас может в этом месяце своего рода как немножко не устраивать в его поведении, в его отношении. Также не исключено, что либо у кого-то есть какой-то ухажер, который к вам неровно дышит, но вы его можете не рассматривать как вариант подходящий, либо появится такой человек, но опять вы смотрите на него, ну, не знаю, то есть, не мой типаж, там еще что-то не устраивает вас по поводу этого человека. Карты вам советуют, что касается, например, конфликтов. Конфликтов советуют избегать, самим не нарываться, не провоцировать и не быть слишком колкими на язык, такими вот дерзкими, колючими, не надо. Если что-то надо делать, то надо настойчиво идти, идти, идти к этому. Все сразу пытаться охватить не стоит и приходить к каким-то скоропалительным выводам тоже нежелательно. Сначала изучите вопрос, сначала разведайте, разведайте, так сказать, обстановку, посмотрите, что происходит. Если вам доверили тайну, то лучше ее, чтобы она так и осталась тайной. Ну, то есть, не выносите это. Даже если это, типа, ну, вы не хотели, допустим, сплетничать, вы не хотели ничего такого говорить, но чтобы даже с языка не сорвалось, если уж вам что-то такое доверили, пусть оно так и останется в секрете, который вам доверили. Вот такие вот прекрасные месяцы у вас, дорогие близнецы. Я вам желаю замечательных событий, побольше радости, удовольствия. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok